всем привет из солнечной греции с вами юля сегодня 4 октября и сегодня я хочу подвести итоги за сентябрь месяц сентябрь месяц у меня получился очень насыщенный есть и старты есть и финиш и и давайте начнем по традиции с финишей ну во первых это моя икона богородица покрова которую я вышивала по набору радуга бисера начала я вышивать эту работу в январе это у меня был подарок и работа продвигалась потихоньку я иногда брала ее в процессы вышивала несколько рядков по настроению откладывала но такой легкий процесс который вносил небольшое разнообразие в мои крестики и в сентябре месяце случилось вдохновение и я завершила эту работу на самом деле в сентябре месяце я вышла очень много примерно одну треть работы но вот было вдохновение я ее завершила чему очень рада до сих пор эта работа находится на рамке на рамке пальцах стояла у меня на столе и я любовалась этой работой вот честно сказать даже не хочется снимать ее с рамки потому что она отправится к сожалению пока в рулон но что делать она вышилась и наверное придется ей немножко подождать возможности когда я смогу оформить работу пока такой возможности нет но когда-нибудь когда-нибудь работой оформится покажу вам немножко бисера вот так поиграюсь бисер вы знаете сложно показать он не любит фотографироваться не любит показываться видео но все равно я думаю что видно сегодня у меня хорошее освещение я думаю что вам видно как переливается бисер покажу вот так что у нас ровненький это чехия прециоза видите бисеринка бисеринки очень красиво богородица покрова вот такая красивая икона это моя вторая икона в бисере и пользуясь случаем покажу вам и первую икону которая вышивала тоже в бисере а это вышивка по набору фирмы чаревна мыть тайная вечеря всем известная икона и у большинства производителей есть и в крестике и бисере данная икона разработана но у чаревной мыть мне нравится больше всех ну каждый у каждого свои предпочтения я буду говорю о себе да у чаревной мыть почему мне нравится то что здесь вышивка не полная зашивка не полная зашивка до вышиваются одежды не просто рядами а вот таким вот швом набирается по моему по три бисеринки и выкладываются в определенной в определенной форме да вот как у нас идут складки одежды также здесь использовалась рубка также здесь очень много вышивалась металлика вот здесь очень красивые украшения посмотрите я вот так покажу вы тогда сможете оценить всю эту красоту видите сложно было вышивать металликом но это работа потихонечку кропотливо идешь идешь себе вышиваешь видите как красиво печать очень хорошая холст красивый вот но к сожалению не оформилась пока даже работе нужно достойно места в доме просто так не повесишь а к пока нет места ждем дом ждем дом побольше чтобы все работы но и иконы конечно могли занять именно достойное место вот очень очень красиво вышивалась легко бисер здесь качественных тоже прециоза и работа интересная потому что много разных швов разных интересных отделочных здесь элемента видите вот скатер тоже вышивалась вот так золото играли у нас лица святых видите хорошо пропечатанные вот такой вот холст очень красивая икона теперь у меня их две еще одна готовая работа которую я завершила последний день августа но в итоге августа эта работа не вошла так как на тот момент я уже сняла видео выложила в youtube и я не подозревала что я смогу завершить эту работу все-таки в августе но вот так случилось тем не менее показываю в итоге сентября она должна себя запечатлеть эта работа составит свой след в итогах месяца поэтому поводит в сентябрь работа великолепная шикарная волшебная завораживающие это дизайн кандамар кандамар дизайн фирма американская особенность это этой фирмы то что они делают вышивку с частично в основном у них по моему мало вышивок с полная зашивка в основном частично вышивка здесь идет напечатанный фон и по напечатанному фону мы пользуясь схемой вышиваем какие-то элементы либо добавляем полукрестики крестики создаем тень создаем отблески воды то есть уже работу украшаем крестиками полукрестиками создавая объем и придавая краски данному сюжету работа увлекательная вышивки здесь на самом деле много не просто пару крестиков я здесь вышила и вот именно эта работа она перевернула мое понимание частичной вышивки я очень недооценивала такие дизайны мне казалось что это для новичков это очень просто зачем вышивать такие работы да но вот вышив эту работу я понимаю что есть смысл так как здесь вот эта частичная вышивка она создает определенный объем и все-таки дизайн он более насыщенный более насыщенный потому что здесь очень классная печать и игра цветов и красок с нитками смешивается и даже не понятно что это что это вышивка что это какая-то печать это картина это живая картина самое самое интересное в этой вышивке ну конечно же это индейц я его вышила первым сразу на одном дыхании лошадок сразу вышила главных героев ну и дальше у меня был сложный путь по вышивке вот всех этих бликов вот их не видно но настолько много здесь разных стежков выполнено много вышита разными цветами ниточек все это смешано перемешано и вот получается у нас вот такая совершенно живая вода есть кренник видите он немножко поблескивает в воде кренник здесь и в домиках индейцев и бамах какие они натуральные получились видите ну и горы горы конечно волшебны они покорили не только мое сердце но а также и многие сердца зрителей посмотрите какие величественные и солнечные горы не знаю блестит будет блестеть вроде бы свет у меня сегодня хорошие как-то кренит не хочет показываться ну по блестинам парада вот не хочет смотрите какие елочки то очень очень натуральный пейзаж завораживает меня этот пейзаж вся эта картина говорила что как только завершу эту работу прям бегом побегу багетную мастерскую прям сразу буду оформлять но у жизни свои планы и вот не добежала я думаю багетной мастерской потому что на самом деле финансы нам сейчас нужны совсем для других дел поэтому с вышивкой приходится подождать мы отдали машину на сервис и нам там сделали нам сделали там проблему с мотором поэтому сейчас будем решать либо ремонтировать не ремонтировать уже мотор нужно полностью менять либо покупать новую машину вот мастера которые сделали такую беду на себя ответственность брать не хотят ну в общем попались мы ну что поделаешь случаются такие моменты и и все равно нужно было менять машину вот но мы в этом году это не планировали что сделать придется 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 скорее всего менять машину поэтому багетная мастерская у меня пока отложилась по сравнению с машиной конечно оформить одну работу в багет это ерунда но тем не менее о всем думаешь все считаешь полежит пока до конца года немножечко подождет я соберусь силами и все-таки схожу багетную мастерскую возможно у меня что-то с ютюба соберется и вот на мои свободные денежки я оформлю несколько работ вот такие у меня здесь новости и еще что хотела сказать по поводу этой работы это вторая моя работа вышитая на тему индейцев у меня есть девушка с ребенком от анкор идианка тоже красивая это две работы вышитые но в запасах у меня есть несколько наборов на эту тему я вам показывала мне эта тематика очень близко и просматривая разные дизайны на эту тему мне стали девочки тоже присылать разные дизайны наборы я обратил внимание что вот данный ландшафт он очень часто встречается у разных производителей возможно его показывают немножко по-разному как бы ракурс разный но ландшафт он узнаваемый то есть у нас с одной стороны горы они могут быть вот как здесь совершенно с задней стороны могут быть с боку как-то да дальше есть у нас вот этот еловый лес вот эта полянка и вода либо это как озеро как река ну то есть ландшафт он узнаваемый и я конечно еще в интернете не искала не разбиралась но мне кажется что это действительно настоящий ландшафт где то место где жили индейцы и разные художники это место за впечатлили и поэтому данный дизайн данные данная картина этого ландшафта продолжает жить у разных производителей но немножко трактовка идет по-разному нужно будет кстати поискать потому что есть автор этой картины нужно поискать информацию и выяснить где где эта красота но скорее всего это канада да я так себе представляю потому что горы лес должна быть это канада вот работа великолепная очень-очень ее полюбила и думаю что буду продолжать вышивки на эту тему может быть одну работу в год как-то потихоньку буду осиливать вот не знаю что еще сказать не могу переключиться очень мне нравится любоваться на эту вышивку но будем переходить к следующей работе еще в этом месяце я начала новый процесс сначала это был классик дизайн набор но потом я поняла что в этом наборе много ошибок точнее в схеме в нитках и мне пришлось сделать свой подбор мне девочки сбросили оригинальную схему дименшинс я сама покрасила кусочек аиды 18 каунта покрасила чаем и уже приступила полностью своими ниточками часть ниточек у меня осталась от набора классик дизайн часть у меня ниточек дименшинс часть это новые нитки потому что в этой схеме было очень много ошибок и вот знаете я сейчас понимаю что классик дизайн они просто взяли за основу схему дименшинс по-своему ее переработали что-то доработали нитки перевели просто по ключу из интернета ничего не проверяли и вот выдали свой новый шедевр так сказать не делал при этом отшив и поставив на обложку отшив работы фирмы дименшинс ну вот не знаю что сказать да чтобы сильно не ругаться ну вот если вы уже сами там что-то сделали такое шедевральное нужно уже отшить и свою работу либо скрин свой поставить на обложку здесь отшив именно дименшинс но по схеме там было все совсем по-другому ну ладно я уже рассказывала по поводу этого набора я оставлю ссылку если кто-то хочет более детально посмотреть что там было как я все сверяла и какие ошибки я нашла вы можете посмотреть ну а сейчас я просто хотела показать то что у меня получается какая красота я довольна своим подбором красивые цветы пионы листочки ну пока бы ксич у меня выполнен только вот на этих двух цветах здесь еще не дошиты крестики поэтому нет быксича но я думаю что в октябре месяце я эту работу завершу и буду сразу по ходу говорить свои и планы по каждому процессу что я думаю и как я планирую я думаю что в октябре месяце я его завершу у меня самая основная работа здесь выполнена подбор ниток часть вышивки уже есть и что остается ну вот цветы цветы с левой стороны цветы справа и ваза немножко форм вышивается легко с настроением а мне нравится то как у меня покрасилась основа она получилась очень теплого оттенка не совсем однородного но в этом и есть прелесть но ниточки дмс и дименшинс они хорошего качества поэтому крестики ложатся ровненько аккуратненько все все мне нравится нужно находить время братью по одному вечеру в неделю вышивать продвигать и скоро мы увидим что же у меня получилось я думаю моим зрителям тоже это очень интересно потому что отчасти это эксперимент здесь мой подбор и если вам понравится этот подбор я мой подбор выложу на моей страничке вконтакте вы также сможете воспользоваться моим подбором позже вы ниточками выше тоже вот эти пионы но по-моему они уже вышли в перевыпуске можно их купить но если кто-то захочет захочет вышить в моем подборе у кого-то может быть нет возможности приобрести тоже пожалуйста будет такая возможность вот поэтому это у меня претендент и номер один на финиш в октябре эти пиончики ну и перейдем к другим моим процессам еще один процесс который вернулся мою ротацию это кастом красс в моем дворике вот такие веселые птички которых я вышиваю в нашем совместном проекте моя зима если кто-то еще не слышал о наших совместных проектах и интересуются ссылка в инфобоксе переходите смотрите видео переходите в группу вконтакте читайте и если хотите присоединяйтесь данный набор у это у меня оригинальный набор я получила подарок и начала в прошлом году но начала буквально кусочек что-то там около 500 крестиков такой маленький уголочек вышло и отложился у меня этот процесс как всегда куча всего и не знаешь за что схватиться в первую очередь полежал он полежал и в начале года когда я снимала планы я говорила что этот процесс у меня будет обязательно зимним я к нему вернусь и с радостью возвращаюсь то возвращаюсь и вот буквально на этой неделе я приступила к вышивке с таким упоением с таким настроением так здесь мне все нравится я просто получаю огромное удовольствие от этой зеленой палитры мне зеленые ниточки цвета очень нравятся качественные нитки что сказать вышиваю и просто получаю огромное огромное удовольствие ну так как я повышевала всего пару дней продвижение здесь небольшие и когда начинаешь вышивать какой-то процесс после большой паузы нужно немножко адаптироваться привыкнуть вспомнить что да как и поэтому но пока не особо у меня здесь быстро идет работа но я думаю что я приловчусь значит что по схеме схема у нас вот такой книжечки да я думаю знают сил кассам крафт вот такие книжки 9 листов схемы 6 полные 3 добавочные внутри листа здесь тоже достаточно такие объемные вот вот они листы это все что у меня вышит она сегодня и работа большая 50 на 36 сантиметров то есть нужно здесь мне шить и шить если я открою основу она здесь в кадр у меня никак не поместится 50 на 36 сантиметров представляете будет работа вышивка плюс кастом крафт сдает по 7 сантиметров с каждой стороны отступ вот большой отрез и и вышиваю я по бумажке есть здесь конечно разброс значков это же кастом крафт но вышивать можно нет ничего такого сложного и что я планирую значит на октябрь месяц мне нужно вышить вот эти три добавочных листа 9 8 7 обязательно не знаю как я с этим буду справляться но ставлю себе в план обязательно обязательно ставлю себе план обязательно это сделать и тогда у меня появится вот такой вот маленький рядочек вот примерно так да другие два листа небольшие дальше будет вышиваться 3 до 3 листа вот так и 3 листа формы уже остальные птицы вот на октябрь у меня задача выше 3 добавочных листа вот этот ряд должен появиться такие планы сразу как я говорила и о планах но я покажу немножко поближе вам крестики какие они ровны получаются на основе кастом крафт у них какая-то своя основа она может быть даже чуть больше чем 14 каунт может быть как линда 27 каунта мне так кажется честно не мерила нужно будет померить вот и кресики здесь ложатся очень-очень ровненько как мозаичка видите я вышиваю по цветам здесь не парковка вот видите и такое красивое сочетание зеленых цветов я просто не могу оторваться с любую с любую с любую с любую с любую с я не знаю мне кажется когда я ее вышью я ее вот просто обниму и не знаю повешу где-то рядом и буду постоянно ее и наглаживать и не знаю что я буду с ней делать очень мне нравится этот дизайн у меня вообще с ним большая история с этим дизайном я первый раз его увидела на канале у Дуняши Кроствич она его долго вышивала процесс у нее не шел я влюбилась в этот дизайн и долго у нее выпрашивала схему потом она мне схему все-таки отсканировала выслала схема у меня тоже долго хранилась я как-то не могла собраться силами приступить да вот вроде бы хотела мечтала но все вот в процессах постоянно что никак не могла добраться до этого процесса и потом мне присылают на подарок этот дизайн я была в шоке его не найти это редкий дизайн кастом крафт и вот мне попался оригинальный набор поэтому я такая счастливая ой все все буду вышивать мои ниточки мои ниточки мои птички мои зеленые цвета шишки елки и снежок окружающийся и вот такой у меня здесь магнитик от длиннее вишни такой чижик я вышла и сделала его магнитиком вот такой красавчик будет сопровождать эту работу ну что я перехожу к следующему дизайну нужно переходить а то я с моими нитками с моими птичками не могу никак расстаться но здесь такие классные нитки три планшетки планшетки здесь бумажные тоненькие нужно конечно очень аккуратно чтобы их не порвать перевешивать никуда не буду у меня есть органайзер пака для игол а братья ниточки буду вот с этих органайзеров я их прям так глажу мне так нравится их так много здесь такой пучок пока еще не лохматые к концу работы вот тогда будет уже все лохматенько и страшненько а сейчас можно еще показывать на камеру и наглаживать мои красивые ниточки шикарные здесь цвета сколько зеленых черных и вот всего лишь одна такая пазмочка синих для птички синенькой ну вот в общем в общем вот такие у нас здесь новости по моим птицам по моему кастом краудс но в этом месяце есть еще процессы давайте посмотрим что еще я вышивала еще в этом месяце я вернулась к миробилии сделала подход и на мой взгляд очень даже удачный я вышила очень сложный участок один из самых сложных мне кажется это вот этот пояс из цветов он сложен тем что здесь очень часто меняется нитка буквально по два по три по четыре крестика и нужно менять и так как разметки у меня здесь нет далеко уходить я не могу считать здесь настолько сложная основа что я вот не позволяю себе уйти даже на три крестика в сторону то есть я вышиваю только-только на слоение и если у меня здесь нужно читать пять крестиков и либо шесть крестиков я могу припарковать иголочку с ниточкой но я вышивать крестик не буду потому что я знаю что я могу ошибиться на одно переплетение и потом это все нужно будет распускать искать сложно и действительно у меня бывает что я вышиваю ряд крестиков пять в ряд просто да но бывает ниточкой при плетении толстенькая и ее захватишь одну и вот на первый взгляд не видно что крестик не того размера и вышиваешь вышиваешь потом ищешь ошибку оказывается что нужно было захватить две ниточки оказывается что захватив вот эту одну ниточку при плетении смещается ряд сложная основа сложная работа но тем не менее я победила этот участок ну и дальше у меня уже останется вышить платье которое вышивается попроще покажу вам на схеме вот чтобы у нас было сразу здесь все понятно что мне нужно вышить вот этот еще участок тоже сложный это тоже этот хвост банк это часть банка получается цветочного где часто меняется ниточка рука у меня вышита здесь у меня вышита вот уже часть банта и вот эта юбка вышивается белым серым и светло-серым цветом три цвета но не часто смена нитки вышивается блоками поэтому вышивается в принципе легко вот на этих участках я буду отдыхать и я планирую хотя бы раз в неделю брать мою красавицу и вышивать потому что я уже ну как-то приближаюсь к финишу вот юбку вышью пойдет девушка дальше вот тоже здесь будут сложные какие-то участки цветы у нее в руках вот лицо волосы фата ну и украшения какие-то да вот здесь вот такой у меня план я думаю что к концу года я смогу ее завершить прямо на это очень сильно надеюсь главное чтобы не сбиваться с планы брать раз в неделю ее и вышивать тогда будет все продвигаться достаточно хорошо видите сколько здесь много участков пропусков это все под бисер под бисер стразы и украшения она должна переливаться вся искрится ну конечно же это же невеста она должна быть яркой богатой и шикарной такая она у меня и получится очень красивая работа но очень сложная ну что ж потихонечку все можно осилить и вот и скоро я ее завершу ну пусть даже концу года это тоже нормально я буду этому очень очень рада если я это сделаю у меня будет очень продуктивный год я даже столько себе и не планировала сколько в этом году я я на вышивала и на завершала вот такие у меня здесь небольшие продвижения и посмотрим что еще и в этом месяце у меня случился еще один старт это дизайн фирмы анкор сельский канал посмотрите какой шикарный сюжет я в него очень влюблена и просто вот не знаю как как мне нужно организоваться чтобы все что мне нравится успеть вышить в этом году этот дизайн у меня прям стоит в приоритете очень очень его люблю шикарный вот и то что у меня получилось вышить пока на сегодня это вот такой уголочек одна уточка полностью вышилась вторая чуть чуть не до вышивалась но если посмотреть по картинке вот этот уголочек очень даже и неплохой старт дальше я конечно же буду продвигаться влево буду идти вот по этому участку ну сколько у меня будут позволять мои кюснапы так и буду вышивать и влево и вверх буду вышивать в разные стороны дизайн сложный очень очень сложный здесь много три четвертых креста очень дробный сложный бэкстич но меня это не останавливает я настолько влюбилась в этот дизайн что я буду как говорится грызть гранит но я все вышью и выше всю серию всю серию все очень нравится и вот этот шикарный дом и вот эта лодка кстати я говорила что первый раз вижу такое водное транспортное средство спрашивала девочек что это за лодка что это такое и были разные предположения баржа не баржа и еще какие-то странные названия и в итоге я нырнула тоже в интернет и стала искать думаю что же это за водное транспортное средство а это оказывается у нас амфибия есть серия таких транспортных средств как водных снежных да и снежных и для льда они называются амфибия потому что используется воздушная подушка вот такое транспортное водное средство на воздушной подушке создано чтобы путешествовать по каналам англии рассматривать окружности деревни и мне кажется что это место действительно существует рассматривая некоторые фотографии я поняла что скорее всего такой канал существует в действительности и этот сюжет нам передает реальное существующее место в англии я конечно точно не изучала но вот мне сейчас кажется что действительно есть такое место потому что вы знаете не хватает времени чтобы искать все в интернете все изучать и ну простите на все время не хватает хочется еще и вышивать вот ниточки у меня организованы на вот такой органайзер по типу пака пока удобно все в порядке ниточки коротенькие но ничего вот такое у меня начало что ж на октябрь месяц я конечно тоже планирую позаниматься этим процессом хочу дойти хотя бы вот этот вот участок вышить вышить эти вазы с цветами горшки точнее с цветами ну и наверное больше я не успею сделать даже если вышить только этот участок я уже буду очень очень рада потому что здесь везде везде три четвертые креста очень сложный дизайн да много бэкстича ну что ж вот такой у меня есть старт яркий красивый и очень очень вдохновляющий перейдем к следующим процессам еще в этом месяце я вернулась к набору фирмы золотой аруно на охоте здесь вот такой щенок поинтер который учится охотиться он сейчас стал в стойку да в позу и пытается пытается показать охотнику где находится птичка ну это работа собаки они когда учили запах птицы они замирают поднимают некоторые собаки поднимают лапу некоторые не поднимают и они замирают в определенной позе показывая охотнику где находится дичь вот но это здесь щенок он еще учится и знакомится с дикой природы здесь очень очень много фона но этот фон как я говорила для меня очень приятен я на самом деле жду этого фона больше чем щенка и что у меня получилось на сегодня что выше того такой вот небольшой фрагмент размер работы 33 на 24 сантиметра да 33 на 24 сантиметра 26 цветов ниточек модера используется вышиваю я пока здесь травушку муравушку не очень веселый участок но тем не менее работа хорошо продвинулась в этом году долго у меня этот процесс лежал-лежал и вот в этом году как-то он у меня стал двигаться чему я очень-очень рада надеюсь что получится у меня раз в месяц брать этот процесс и вышивать ну хоть по пару тысяч крестиков в месяц и чтобы он продвигался а уже в следующем году я думаю что я его завершу не знаю в этом году скорее всего не смогу завершить эту работу очень много у меня планов на этот год я просто столько у меня интересных дизайнов и процессов глаза разбегаются а времени не хватает а времени не хватает поэтому приходится только мечтать и надеяться что что-то случится я смогу их все вышить да и поскорее ну это наверное все мы рукодельницы вышивальщицы мечтаем об этом поскорее побольше вышить наших любимых дизайнов да вот такая у меня красота получается на сегодня будем надеяться что и в октябре я немножко займусь этой работой и еще один процесс это вышивка лентами мой старт в октябре месяце пока у меня здесь немного выполнено несколько веточек несколько листочков но на октябрь большие планы в сентябре у меня было много подготовительных моментов нужно было купить вот эту ткань бархат да я делала копию схемы все это перерисовывала думала как что перерисовать организовывалась пробовала вот первые первые ленты первые вот эти стежки они знаете самые сложные потому что только для себя вырабатываешь какую-то технику как их пришивать как нужно все это делать и вот сейчас у меня уже более-менее картина для меня ясна как здесь должен идти ход работы как нужно закреплять ленты ну и так далее и я надеюсь что я хорошо займусь этой работой но хотя бы самое основное выполнить все вот эти листочки это идет у нас по плану работы номер один выполнить все стебелечки и все вот листочки такого цвета есть такой зелененький и есть еще коричневый нужно будет две ленты использовать которые у нас 12 миллиметров это 1 и 2 сантиметра вот ну а дальше уже будем ориентироваться по времени и по сложности выполнения других элементов потому что каждый элемент у него есть свой порядок выполнения свои какие-то сложности тонкости нюансы вот ну на сегодня так сегодня так я очень жду эту работу это первая моя работа по выполнению крупных роз лентами и я очень-очень волнуюсь как у меня получится но я думаю получится я буду стараться ну что ну что пойду смотреть все ли я вам показала или что-то забыла и чуть не забыла показать вам и мою кубышку которую я вышиваю это набор у нас жар птица и я начала вышивать эту кубышку когда начала в отпуске начала вышивать в августе потом отложила этот процесс и вот приступила уже в сентябре взялась пару вечерков повышивала и вот такое вот хорошее продвижение у меня получилось получается действительно очень красиво хорошая проработка и даже несмотря на то что основа здесь делая вышивка получается достойная красивая и я думаю что в октябре я смогу завершить этот процесс и оформлю эту вышивку в текстильный мешочек вот осталось уже в принципе здесь чуть-чуть вышить донушка у этой красавицы вот так и так мои процессы за сентябрь месяц у меня два финиша это моя бисерная икона богородица покрова мои индейцы вот кандамар дизайн и так же у меня есть старты пионы по дизайну дименшинс ленты набор чарим намыть а также еще дизайн анкор водный канал что еще старт это все старт и продвинулись работы кубышка также золотой рунок кастом крафт ну и моя миробилия которая просто сюда не помещается в общем получилось два финиша сколько стартов раз два три три старта ну и всего семь процессов продвигалась в этом месяце я думаю что достаточно хорошо надеюсь что в октябре будет лучше на октябрь я планирую завершить во первых пионы во вторых кубышку в третьих буду продвигать активно миробилию ну и дальше буду вышивать то что у меня заявлено в моих совместных проектах мои любимые коты 3 и моя зима вот такие итоги надеюсь вы хорошо повышевали хорошо провели время желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока до новых встреч